Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами вновь бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс, меня зовут Роман Дусенко, я с огромным удовольствием представляю наших гостей сегодня в студии, сегодня, видите, мы здесь многолюдно, несмотря на мороз, мы пробрались в студию и пришли все дшивы и невредимы. Зато буду, да, зато буду, начнем с прекрасной половины нашего человечества Киршева Наталья, национальный директор компании PDA International по России и Казахстану и Юрий Малышев, HR-эксперт, мы с Юрой, кстати, вчера долго обсуждали тему HR или HR-эксперт. HR лучше, на самом деле. HR лучше, да, но HR-эксперт, он четко подчеркивает вот что, экспертиза в области HR. Итак, друзья, мы сегодня постараемся вам додать нашу экспертизу совместную, безусловно, мы будем ориентироваться на гостей, но вот суть нашей программы, она помочь, то есть наша цель, показывая вот экспертизу разных людей, вы видите, каждую неделю приходят люди абсолютно разной направленности, но все мы заинтересованы в одном – повышении эффективности российского менеджмента, повышение эффективности российского управления, для чего? Все понятно, потому что в наше сегодняшнее время только от эффективности, от повышения ее мы можем выживать как-то, да, потому что мы все равно, компания любая действует в рамках ограниченных ресурсов, а люди – наш самый главный капитал, и как мы умеем и можем с ними управляться, и будет зависеть, собственно говоря, наша эффективность. Тема нашей сегодня программы – организационные изменения. Но перед тем, как немного разогреться, давайте пару слов о себе, пожалуйста, как вы оказались в сегодняшнем дне, последствия каких предыдущих решений привели вас в эту студию? Наташа, доброе утро еще раз. Наташа Доброе утро. Ну, я являюсь национальным директором компании PDA International. Что такое PDA International? Это компания международная, оценочная компания, которая основной целью своей ставит оценку бизнес-персонала и его развитие, потому что у нас есть не только оценочные инструменты, но сейчас еще и отдельная платформа системы MAPIDA Coach, которую мы сейчас успешно переводим и адаптируем для российской публики. Я в прошлом психотерапевт, психолог, преподаватель вуза с большим стажем, не буду говорить с каким-то, потому что читаю. Какие темы? В институте социальной защиты и управления персоналом и в Академии народного хозяйства и высшей школе. Класс, класс. То есть, что сейчас вообще, какой там градусник температуры у студентов? Чем они интересуются? Вообще интересная тема управления персоналом? Ну, во-первых, для психологов, да, это как очень успешно, это как планирование карьеры для психолога, потому что психолог это не сильно оплачивается. Ну, вот психологи, они так, по-моему, Юра, мы вот как практики пытались, помнишь, какая-то была мода какая-то была, да, на психологов одно время. Они как-то пришли, потом так же и быстро ушли. То есть, психологов как таковых в бизнесе их нет. Соответственно, вот поэтому я могу сказать вот о чем, что вот управление персоналом-то оно где сейчас сосредоточено? Среди каких студентов? Это какие профессии? Ну, прежде всего, это психологи в целом, то есть, это даже институты психологии, да. Но если говорить о соцучреждениях, то, конечно, там мало оплачиваемых. А вот социальная психология, она же изучает, в принципе, проблемы социализации, групповой динамики и всех вот этих вопросов. Она же, ну, с точки зрения HR, наверное, колоссальные знания, которые нам помогают. Именно потому, что социальная психология является наукой. Там есть доказанные законы и закономерности, которые работают как швейцарские часы. И именно социальная психология, она в организационных изменениях и в управлении имеет колоссальное значение. Ну, по сути, фундаментально, то есть, вообще, организационное поведение и организационные изменения, организационное поведение – это ключевые фундаменты вообще понятия организации. Ведь это даже учебники, есть там, организационное поведение в вузах, да. Жаль, что только, наверное, не все глубоко в нём разбираются, но неважно. Юр, пару слов о себе, пожалуйста. Да, я так что, я сейчас разговор. Всем доброе утро. Я именно в этой студии оказался, наверное, благодаря всё-таки Наталье, так как стояла задача презентовать и познакомить широкую общественность с инструментом PDA. Я много занимаюсь управлением изменений. В принципе, наверное, это моя ключевая компетенция делать сложные и хорошие изменения в HR, в управлении персоналом. И в последнее время я подключил к своему инструментарию такой инструмент, как PDA. Успешно его использую. Наверное, за это время я уже стал амбассадором этого инструмента. И чувствую, что не все HR даже о нём знают, а думаю, что будет полезно как минимум, интересно узнать про него, но там уже самостоятельно принять решение, насколько им будет полезен или не полезен. Прекрасно. Юр, тогда вопрос уточняешь. Ты говоришь, что ты ориентируешься и специализируешься в последнее время на крупных организационных изменениях в компании. Вот так как ты сейчас уже не привязан к какой компании, я уверен, что NDA уже на ранее действует, поэтому можно поговорить. А какие вот самые интересные 2-3 проекта последние были, с чем они связаны, вот что конкретно было поменено? Ну, самые сложные изменения, это знает, думаю, уверен любой HR профессиональный, это изменение культуры. Это невидимая вещь, из-за которой большинство проектов по изменению, и недаром и Питер Друкер известна его фраза, что именно культура кушает стратегию на завтрак, на обед и на ужин. Я в этом уверен, что она 3 раза в день питается любой стратегией, несмотря на то, что она считается невидимой. Поэтому изменение культуры – это самые сложные изменения, которые, как бы нам не хотелось сделать их быстро, и идут не так быстро. Окей, давай поставим, какие стояли бы цели, если бы вот собственник говорил, Юра, все, хочу поменять структуру. Что это значит вообще для тебя, как с точки зрения получения задачи? Структуру или культуру? Культуру. Культуру. Но, во-первых, надо вначале ее понять, какая она есть, потому что она в каждой организации есть, надо лишь понять, какая она, и способствует ли она достижению стратегических целей. Если способствует, то ничего и менять не надо. Чем меряем, способствует, не способствует? Я дожил до жизни такой, что я измеряю корпоративную культуру. Инструмент, он как бы родился на стыке для меня, то есть я не нашел на тот момент ничего на рынке, поэтому на стыке опроса вовлеченности и методологии такого индекса, как НПС, Net Promoter Score, индекс рекомендации организации. То есть методология расчета именно этого показателя, я ее использую, и она позволяет увидеть именно те аспекты культуры, о которых в явном виде никто говорить не хочет. Ну, то есть какие-то ограничения штампа, убеждения, все то, что мешает, то есть некое коллективное сознание принятых моделях поведения, которые мешают. Что с этим делаем дальше? Вот, например, мы изучили, приходим к собственнику и говорим, вот у нас такие-то проблемы. Что дальше? Ну, дальше, как правило, разрабатывается план действий, какой-то change management. В целом, культуру, ну, чтобы изменять эту тему, наверное, отдельные серии передач, но если коротко сказать, понятно, наиболее простые способы изменения культуры, тем более, что мы в России, больше всего на культуру влияют ее руководители. Это, безусловно, так. И решения, принимаемые ими, именно с их ежедневного поведения топ-менеджеров и с того, как они принимают решения, особенно сложные решения, развилки, то есть на какие ценности и на что они опираются, проходя сложные развилки, это и дает людям мощнейший сигнал о том, что на самом деле важно в компании, а что не важно. Да. Ну, получается, что исходя из всего следующего, что единственный человек, который может реально влиять на культуру, это первое лицо? Не только, и аргументирую. Я аргументирую, почему, коротко, потом передам слово на Наталье, потому что известно из запросов облеченности, опять же, из запросов культуры, мы знаем, что культура внутри подразделений может очень серьезно отличаться от культуры компании. Это культура компании, субкультура подразделений. И определяет ее руководитель подразделения либо функций. Поэтому я вот так бы и уточнил. Я бы еще здесь добавила, если возможно, да, можно слово взять, сама беру. Значит, когда мы смотрим на собственника или на заказчика, или на первое лицо, мы всегда начинаем с диагностики, какой он. Потому что иногда, поговорив два часа, собственно, с собственником, мы можем снять проблему, да, и вот убрать определенные интервенции из организации, да, сделать ему легче. Поэтому он определяет, как бы, концепцию, да, как мы будем, какая будет интервенция. Но и когда мы на него смотрим, смотрим вообще, как он воспринимает мир. Мир добрый или мир злой? Потому что это основная метапрограмма, которая закладывается в корпоративную культуру всей организации. Потому что если он не доверяет людям, у него, значит, сразу тема безопасность, тема прослушка, тема недоверия к людям, контроль, да, это целый институт, да, или если у него концепция доверия, вот, кстати, очень хорошая книга «Скорость доверия», это Кови Стивен, Кови младше. Вот, и в этом смысле доверия можно сделать очень много, но ты концепцию собственника не изменишь, то есть, если у него защита такая, то и защиты все будут такие же у других людей. В этом смысле, если брать, например, историю Хьюлит Паккарда, один из собственников изменил эту ситуацию, перед этим была неправильная концепция в плане недоверия к людям, да, они, значит, все замки на складах все отменили. И когда он пришел на склад однажды вечером, увидел, что закрыт какой-то чемодан там с инструментами, он взял, взломал этот чемодан, открыл и оставил записку «Хьюлит Паккард доверяет своим сотрудникам». То есть, если ты доверяешь сотрудникам, то сотрудники и не будут ничего делать. Я всегда считаю, что некое упрощение, оно в любом случае, это, ну, карта не есть местность, да, доверие, недоверие, доброе-недоброе, это достаточно полярные, но, на мой взгляд, это несколько простоватая система. Но это определяет многое. Я говорю о том, что, подожди секунду, и это определяет и принципы организации, и жизненные циклы, это тоже влияет на жизненный цикл. Поэтому мы еще рассматриваем корпоративную культуру, да, в зависимости от жизненного цикла организации, и организацию рассматриваем как живой организм. В этом смысле каждый человек, который работает в организации, важно, чтобы он определял свой вектор развития, и его вектор развития совпадал с вектором развития организации. Потому что, если это молодая организация, там, на уровне расцвета, это будут одни люди. Если это бюрократия, то это будут другие люди. Ну, это идеальная картина, во-первых, но 99% мы по факту имеем то, что люди, во-первых, а, не идентифицируют свои цели вообще. То есть, если мы говорим вообще о глобальных ошибках, которые существуют в системе управления, там их пять. Я для себя идентифицирую стратегическое отсутствие стратегии, не понимая, никуда идем, система управления, в целом система не работает, процессная, HR, и, последняя, но самое главное, на мой взгляд, это что человек не знает сам себя, и не руководители сами не понимают, какие их цели, что в них внутри заложено. Несознанка. Да, поэтому я, кстати, вот, когда выступаю перед людьми, говорю, ребят, начнем сейчас, все мои тренинги отличаются от всех, что вы слышали раньше, мы не будем сейчас прокачивать менеджмент, делегиум, сейчас с вас начнем, с себя разберитесь. Окей, было бы хорошо, конечно, помочь людям всем разобраться, но тут другой вопрос, а не готовы разбираться с собой, не хотят, нет потребности вот в этом. И здесь возникает самая главная проблема, или собственник, он зачастую настолько уверен в себе, что ему разбираться со своими целями и ценностями там тоже не интересно. Итак, у нас есть… Здесь еще одна секундочка, значит, то, что собственник и топ-менеджеры, и персонал, это все одна линейка, то есть какой собственник и какая культура, и дальше все спускается вниз и подбираются соответствующие. Само собой, конечно, вопрос другой, что если вот, Юр, возвращаясь к теме изменения орг структуры, да, то получается изменение орг структуры затрагивает все в целом, да, и если вдруг собственник начал меняться, это, знаете, есть хорошее, например, видео, представьте, что там шестеренка, от нее это механизм, механизм, и вот там другая шестеренка. Если вдруг она крутилась все время в эту сторону, начинается крутить в эту. Это просто вылетит. Да. Соответственно, процесс изменения орг структуры затрагивает в целом всю компанию, меняются стандарты, подходы, ценности, тогда, соответственно, люди, которые придерживались прежних ценностей, уже не актуальны, они уже не интересны, соответственно, на входе приходят новые, старые уходят. Ну, то есть, но только воля одного человека может, в принципе, как бы заставить все делать. Какова роль здесь HR? Вот мне важный вопрос, потому что вот что может и что умеет HR? Как он может сопровождать и вот что будет являться, знаешь, как коучинг вопрос, что будет являться для вас выполнением, достижением этой цели? Вот как, чтобы мерить, культура изменилась, как это? Ну, естественно, в бизнесе мы будем мерить результатом. Если обычно такая серьезная вещь, как культура, она затрагивается в контексте выполнения стратегии и выполнения каких-то больших целей, и самым главным маркером будет то, что цели достигнуты. Но ведь культура, она напрямую не имеет какие-то показатели. Как ее привязать к бизнес-показателям? Я не уверен, что ее надо привязывать и везде, и в общем. Повторюсь, что ее нужно диагностировать в каждом подразделении, понять, во-первых, у нас не все подразделения будут стратегически важными, поэтому фокусироваться нужно. Я все-таки такой сторонник бизнес-ориентированного HR, то есть я против, вот обучение важно, и давайте всех обучать. Это не моя тема, вот она изначально, и поэтому обучать надо, надо тех, где находятся стратегические компетенции. То есть то, что влияет на конечный результат бизнеса. Да. Дальше, ну понятно, что культура вещь такая, что ей нельзя заниматься в отдельно взятом подразделении, как раз ей приходится заниматься в целом. Все остальное, там уже обучение, развитие оценки, она должна четко согласовываться с бизнес-приоритетами. Поэтому, что, отвечая на вопрос, что может HR, HR может оценить культуру, безусловно, на нем будут основные активности, связанные с изменением культуры. Кстати, здесь на секунду вопрос. Большинство людей считает, что изменение культуры это какие-то праздники все время, это связано с каким-то там тимбилдингами и все остальное. Это праздники, это последнее, что может, так говорится, поменять, наверное, культуру. Я все-таки сторонник того, что лучший тимбилдинг это совместное выполнение бизнес-задачи, кульшовик. Ничего более сплочающего, объединяющего и снимающего внутренние конфликты я не знаю за свою практику. Поэтому и само стратегирование, разработка целей, их согласование и последующее совместное выполнение дружит любую группу людей между собой и очень плотно. Окей, так как я и сказал в самом начале, что нас смотрят везде, по всей стране, наша задача дать какие-то практические инструменты. Что может сделать сегодня человек, имеющий в штате HR-директора или просто генеральный, который де-факто является еще HR-директором? Вот, например, он захотел померить свою культуру. Какие простые инструменты есть измерения своей культуры или эффективности своей культуры? Что мы можем порекомендовать? Самое простое. Ну, самое простое – это опрос вовлеченности. Некий опросник, на который люди отвечают согласны и с утверждением не согласны. Таким образом можно поверхностно померить основное настроение. В целом оценки будут хорошие. Все, надо успокаивать или копать глубже? Я рекомендую копать глубже. На мой взгляд, классический опрос вовлеченности, который дает на выходе те самые проценты 65-75, 85, он очень успокаивает. И он не показывает настоящие проблемные точки, поэтому я все-таки рекомендую использовать как минимум сам по себе индекс Net Promoter Score рекомендации, потому что его формула отличается от формулы опроса вовлеченности. И как минимум только один даже показатель, он должен быть на, скажем так, на спидометре его генерального директора. Всегда. Всегда. Что дальше? Второй вопрос. Когда мы сможем подойти к инструменту твоему? Ну, здесь первое, конечно, мы должны разобраться, какие у нас люди и какая у нас команда. Это второй шаг. Поэтому диагностика, в любом случае личностная диагностика. Зачем? И может быть даже со структурированным интервью. Зачем? Вот работаю я, работаю. У меня люди по 20 лет в моей компании. Обычный классический ответ, собственно. Что мне там их изучать? Я их знаю. Петр Иванович, он такой-то. Мария Петровна такая. Зачем мне это? Практика показывает, что мы общаемся, и у нас возникают некие фасады. И нам очень важно посмотреть, что за этим блестящим айсбергом, потому что человек держит фасад. Я знаю, я работала с алкогольными, например, компаниями. Многие собственники даже заказывают подпоить кого-то и посмотреть, что там за фасадом. Но это очень дорогой способ. Ресторан хороший для алкоголя. Поэтому мы используем способы очень быстрые. И, например, PD-инструмент – это 15-20 минут тест. И далее ты можешь очень глубоко посмотреть на ограничивающие убеждения, на мотивацию людей, на психологический портрет, устойчивые стороны. Причем это качества такие, как риск, осторожность, экстраверсия, интроверсия, выдержка и гибкость, конвенциональное соответствие стандартам, нормам или же собственным стандартам. Окей, хорошо. Померили. А что дальше там? Я что мне с Марией Петровной теперь делать-то? Увольнять ее или что? Да. После того, как я вижу, что за фасадом, мы смотрим, какие рекомендации и вообще какие риски возникают. Потому что мы можем суммировать, сделать отчет-анализ команды и посмотреть, какие компетенции в целом у команды пробуксовывают, какие слабые, какие сильные. Ну, опираемся мы, естественно, на сильные, но бывают и отсутствующие командные качества. Потому что для нас очень это важно. И тогда мы должны производить некие изменения, ротацию, вводить каких-то новых людей. Окей, нырнем в реальную жизнь. От теории и от изменений в реальную жизнь. Вот ты приходишь к своему генеральному, слушай, давай посмотрим, прежде чем какую-то стратегию запускать. Или вот мы с топами собрались, провели стратегическую сессию, вот хотим теперь утроиться. Давай посмотрим, а с этими мы людьми-то взлететь сможем. Да, вот именно для этого, по-моему, это работает? Абсолютно именно для этого. И даже в моем случае, я стараюсь идти таким наиболее сложным путем, я инструменты и чай стараюсь продавать. Потому что я знаю, что ты, но я убежден в том, что в долгосрочной перспективе это единственный правильный способ. Продавать ты имеешь в виду, чтобы у человека не было потребность. Продавать менеджмент, да, чтобы он возник запрос. То есть не продавить его? Да, потому что при оказании давления, продавливанию такого метода сверху, любой инструментарий воспринимается опять как HR что-то придумал. Соответственно, мы не добиваемся конечной цели, чтобы менеджеры взяли этот инструмент в руки и посчитали его своим и полезным для достижения своих бизнес-целей. Поэтому в моем случае, ну так я уже в трех компаниях, мне удавалось продавать HR-инструменты, то значит и любой HR, потому что я обычный HR, и значит любой может продавать. И это намного эффективнее. Поэтому в моем случае, как правило, от акционеров звучал запрос, ну это было явное либо неявное сомнение, что стратегию такую команда может подтянуть. Окей, хорошо. И хочется перепроверить, да. Перепроверяем, да, вот у нас есть сформированные люди. Собственник, когда получает эти результаты, у него должна быть некая внутренняя готовность на то, что-то делать дальше с этими людьми. Либо инвестировать в них деньги, чтобы развивать их, либо находить в себе силы, расставаться с ними, привлекаться к новым. То есть это его внутреннее решение. Были такие решения после подобных прооценок? Я, наверное, соврой, скажу, что всегда были, но были. Были. По-разному происходят. В целом я скажу, что рычаг, он не маленький, потому что, как правило, речь идет о достижении больших прибылей и о вероятности их достижения. Если мы уже здесь и сейчас, чем хороший инструмент PDA, он позволяет оценить риски. Уже здесь и сейчас, не надо ждать три года. Понятно, что при отсутствии, если нам для достижения пациентной стратегии нужны амбиции, нужно идти на риск, а в команде нет ни одного такого представителя, то не надо ждать три года. Не надо. То есть, если, собственно, действительно хочет получить эти деньги, то имеет смысл часть денег инвестировать. Хорошо. Сегодня чары очень профессиональные. Вот я смотрю на Юру, там столько-столько там всяких компаний, явно ты постоянно развиваешься, движешься в собственном развитии. Тебе самому недостаточно было поговорить 15 с каждым из топов, чтобы определить там уровень его амбициозности, там, не знаю, вовлеченности, там все остальное? Нет, недостаточно, по той простой причине, что чем профессиональный HR, тем больше должно быть цифр, на мой взгляд. Вот этот вот гуманитарный поток бесконечный, на мой взгляд, он не красит профессиональный HR, и сколько в сообществе профессионалов общаемся, цифры все больше доминируют в речи, чем выше мы идем к HR-директорам, тем больше цифр. Позволяют эти инструменты отцифровать. Отцифровать именно не хорошо, плохо, нравится, не нравится, а показать в цифрах, во-первых. То есть, например, амбициозность у нее 50%, да? Это дает нам вероятность того, что здесь уже начинается некое сценарное планирование. Ну и плюс это позволяет все-таки составить профиль нужной команды, потому что обычно я предлагаю команде топ-менеджеров составить профиль. А какой должна быть команда топ-менеджмента, чтобы эту стратегию сделать налегке? Вопрос очень простой. И мы договариваемся по профилю идеальному топ-менеджеру. А потом смотрим, кто мы есть. И совместно думаем, что нам делать, как нам закрыть риски, если у нас чего-то не хватает. Хорошо. Наташа, вот за твой большой опыт работы, какие интересные проекты с точки зрения внутреннего, вот получили они эти результаты, как это все распаковывалось внутри компании, разворачивалось? Какие были самые интересные такие флеши, я не знаю, яркие примеры? Ну, я не знаю, сейчас уже можно об этом говорить. Можно, наверное, уже годы прошли. Да, годы прошли. У нас был очень интересный проект в Татарстане с аппаратом президента Татарстана, и мы подбирали на должности министров, замминистров. То есть это был серьезный отбор, вот как сейчас лидеры России, они отобрали 300, а мы уже отбирали из 300. И мы сделали как бы и первичное тестирование, и структурированное интервью по компетенциям, и сделали оргдеятельностные игры даже были специально для того, чтобы компетентностный анализ провести и посмотреть диагностику по компетенциям. Но в итоге, когда мы получили результаты, что мне больше всего понравилось, лидеры этой республики изучили каждый отчет просто дотошно. И по каждому меня очень прям пытали, да, то есть это был просто как раз тема доверия, да, я понимала, что это очень важно людям, кого поставить правильного человека на правильное место. Ну, интересно, как результативность республики. И далее, как бы какой результат, да, то есть этим людям, которые вот сейчас тоже, да, лидером по аналогии тоже с ними, потому что Татарстан это такая республика, на которой все проекты обкатывались, да. Так вот, после этого людям, которые были отобраны, 25 человек, они еще так, между прочим, после нас прошли антикоррупционку все, слава богу, я перекрестился. Так вот, и самое интересное, что им были выделены суммы определенные на повышение квалификации, там, где они хотели. То есть это и Сколково, и Академия народного хозяйства, и зарубежные у них стажировки были. И они каждый написали проект, да, именно на том объекте, где они трудились, да, и произведена была потом ротация в зависимости от наших рекомендаций. При этом, как бы мы тоже оценивали и эффективность, и потенциал. То есть была создана такая матрица эффективность, потенциал. Эффективность, естественно, не мы, потенциал оценивали мы и компетенции. Соответственно, что интересно, да, исходя из этой матрицы, да, были некие рекомендации, там, продвинуть с обучением, продвинуть, там, сразу, да, или, там, будущая звезда, или текущая звезда, да. То есть у нас эта матрица, да, она существует, она действительно очень интересная. Это тоже диагностический инструмент, поэтому… И это инструмент планирования преемственности, потому что преемственность в нашей стране, это вообще тема неизвестная. Аташа, она в ходе проверяет, вот сейчас, пользуется ваш инструмент на входе. Например, сейчас я чуть-чуть вернусь, Юр, ты говоришь, вот когда ты, команда, рисовала профиль команды, ведь по большому счёту можно создать тогда некий профиль культуры в целом, компании, и тогда говорим, что вот нам сейчас нужны такого рода люди, и мы на вход ставим ещё один фильтр, и через, условно, какой-то инструмент смотрим, то есть должны пройти не менее, там, с уровня амбициозности, не менее, там, с 70%. Ну, тема ценностей, она более сложная, более такая, и сложная и для оценки, и для разговора, для внедрения, с точки зрения, как бы, ну, вот, самой методики. Но, безусловно, можно, мы знаем, что, в принципе, если говорить о работе HR на входе, он обязан смотреть, как минимум, две вещи, да, первое, это, ну, или три, это соответствует ценностям компании, второе, это способности человека, должен уметь оценивать, и здесь, как раз, помогает инструментарий, потому что всё-таки тяжело за час понять способности человека. То есть человек уже приходит с готовыми там профилями. Да, ну, как правило, то есть на практике это выглядит так, что финальных кандидатов смотрим на соответствие профилю по способностям. Ну, это просто бизнес для, как сказать, бизнес-эффективности, да, на всех, это инструмент сразу на всех кандидатов. Окей, а что нужно сделать компании, чтобы для себя, например, там, ну, определить там, вот, я там сегодня перед мной стоят такие задачи, и вот я должна быть там, компания должна быть вот такая, из такого пирога, здесь у меня должно быть столько, здесь у меня там столько, 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 и, соответственно, любой человек должен в миниатюре соответствовать вот этой картинке на входе там, или, а и внутри тоже. То есть вот что нужно сделать, чтобы понять, какой ты должен быть? Немножко… А можно… Сейчас, да-да-да, сейчас мы, Юра, закончим. Немножко упрощенная модель, потому что, по большому счету, профиль человека, он состоит, ну, постараюсь сейчас озвучить, из нескольких элементов. Первое – это ценности, второе – это способности, третье – это управленческие, управленческие компетенции, они являются кросс-функциональными, есть кросс-функциональные компетенции неуправленческие, допустим, как project management, которые должны, ну, или управление процессами должны понимать все в компании и проектами, и дальше идут функциональные компетенции. И, безусловно, 50% оценки составляет результат. То есть, и последний заключающий элемент – это потенциал. Вот я полностью разложил эту картинку. Для чего? То есть, несколько таких матриц, и по каждой из них компания должна себя видеть как-то. Да, во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что от уровня к уровню организации вес того или иного сегментика, этого пиццы, он меняется. Для топ-менеджеров важнее ценности, способности, управленческие компетенции. Функциональные они так важны. Для специалистов внизу будут важны функциональные компетенции, по большей части, и немного, быть может, кросс-функциональные знания процессов, как их улучшать, методов совершенствования процессов. Поэтому это не один перо, который в миниатюре соответствует в каждой части. Это многомерный перо с разными матрицами. Понятно, хорошо. Но вот компании, в которых ты работал, вам удавалось в какой-то степени приблизиться к этому пониманию себя? Вот какие мы есть? Да, конечно. Конечно, и тут в первую очередь позволяет очень хорошо отцифровать себя как команду, кто мы есть объективно. Как раз-таки инструмент PDA отлично всегда работает. У меня по нему замечательный фидбэк от уже двух топ-команд на практике. Поэтому это работает. Дальше идут управленческие компетенции. Но тут используется другой инструментарий. Все его знают. Репертуарные решетки или метод критических инцидентов используется. Вот, собственно, по ценностям немножко другие упражнения используются. Тут надо поговорить, что называется, и достаточно глубоко. И для топ-менеджмента этого достаточно, чтобы как раз оцифровать, кто мы есть, кто мы такие. И плюс к этому добавить опрос вовлеченности или оценку культуры, чтобы получить фидбэк от людей еще, а кто мы такие, особенно в каждом подразделении, какова там субкультура. Вот, и в целом это дает достаточно прозрачную картинку. Вот все больше и больше сталкиваешься с тем, что я слушаю каждого из вас, и в голове все время простая мысль, не дает мне покоя. Ведь на самом деле мы же просто люди, а за этим просто люди кроется такая многомерность. Вот человек, он на самом деле настолько сложное существо, судя по всему, и инструменты станут все сложнее и сложнее, и уходят вот эти простые инструменты менеджмента. То есть, казалось бы, управляет, делегирует. То есть, если заниматься только таким лайтовым менеджментом, как, к сожалению, большинство людей представится картина, то результат получается такой вот не очень-то серьезный. Абсолютно, Роман, соглашусь, потому что управление людьми – чрезвычайно сложное занятие. Именно поэтому немногие рискуют им серьезно заниматься. Это очень сложно, заниматься управлением людьми, особенно если делать это профессионально. Да, ну и здесь как раз, наверное, инструменты. Нужен инструментарий. Если ты профессиональный следствий, у тебя должны быть хорошие там ключи, гайки, там отвертки. Есть и дешевые, да, китайские, а есть и дорогие немецкие. Ну вот, видимо, как раз инструментарий позволяет нам все-таки оценить. Наташа, а вот ты уже столько лет в профессии в этой, да? Вот как ты считаешь, куда мы сдвижемся все? Какое будет следующее, будущее? Что мы ждем в ближайшее время? Ты знаешь, хороший вопрос. Очень многие, я тут даже на конференциях по диджиталу, да, сейчас, оказалось, что я вообще с 95-го года только занимаюсь диджитал менеджментом, да. И поэтому как раз спрашивают, даже HR беспокоятся, говорят, неужели скоро останутся, нас вообще всех сократят, останутся вот эти технологические онлайн-системы, которые вообще даже позволяют оценить человека, да, даже не видя его. Вот. И они даже в ужасе иногда от того, что результаты действительно совпадают. Они говорят, ты же его не видела, а ты нам дала такую исчерпывающую характеристику онлайн, да? Вот. Поэтому я всегда отвечаю, что, конечно, человек это такой инструмент, что мы должны померить, но обязательно мы должны его посмотреть, обязательно должны с ним пообщаться. Потому что самые глубинные уровни ценностные, и это уровни даже энергетики. И ты должен почувствовать, какого уровня энергетика у этого человека. Почему я всегда работаю, как бы, даже на энергетическом уровне, потому что для меня, и, кстати, в ПДА есть шкала энергии, что очень хорошо для менеджеров, для топов. То есть мы должны посмотреть, мы можем посмотреть, насколько человек является целостным и может повести за собой. Потому что иначе нам придется его сначала лечить, потом учить, и потом он уйдет из компании и скажет нам большое спасибо, ребят. Возвращаясь к вопросу о будущем. Я услышал тебя, сейчас одну секунду. Сейчас у нас, получается, мы живем в эпоху IT, диджитал, да? Ты сама сказала. Соответственно, сегодня IT живет по технологии, по принципам agile, да? Когда именно отношение людей друг к другу, то есть гораздо важнее поговорить, нежели писать отчет и все остальное. Как здесь вот линкуются, вот на твой взгляд, какие будущие agile, менеджмент, инструменты должны быть появиться? А ты, пожалуйста, подумай, как если мы говорим о том, что все-таки человек к человеку, а у тебя все-таки все дистанционно. Как это нам вот все пожелить? Я расскажу. У меня на эту тему я начну с шутки. Давай. Тем более, как говорится, задать тон дню рабочему. Я на эту тему шучу, что вот именно в России, так на мой взгляд, менеджмент по-прежнему у нас имеет серьезные зоны для улучшения, назовем это так, то я говорю, что вот на Западе есть сейчас популярное такое тоже течение, как холократия, да, и многие компании этим занимаются. Это такой сейчас эксперимент идет. Бирюзовая организация. На наших глазах, да. По большому счету, это отказ от менеджмента как категории. Иерархии, да. Да, от иерархии, от менеджмента, где люди должны договариваться такое коллективное обсуждение, коллективные решения. Ну, мы были, у нас история России, на самом деле. Вот я, да, я поэтому к шутке подвожу, что мне показалось, что Россия, может быть, та страна, в которой холократия точно заработает, потому что влияние менеджеров, оно стремится к не очень большой величине. И никто не заметит потери бойца в отдельных. По большому счету, и так все решают коллективы. Коллективы, либо кто-то один. Не формальные. А вот давай немножко к agile. Что ты считаешь, из agile мы можем взять для себя как менеджеры, как HR, с точки зрения, например, проведения современных методов каких-то совещаний. Вообще, что происходит с совещаниями в сегодняшнем мире? Как они трансформировались с точки зрения HR? Нет, я коротко отвечу, что я думаю, что основной тренд все-таки идет в принятие коллективных решений. То есть, все-таки групповая динамика. Групповая динамика, наверное, можно много аргументировать, но не в формате. Фасилитация, да, все. То есть, мы уже ставим фасилитацию. Меньше авторитаризма по огромному количеству причин. Просто такие предприятия с моделью авторитарного вертикального управления, они просто не будут… Неконкурентоспособными. Они не будут конкурентоспособными, это факт уже, мне кажется. Так как ты преподаватель, задам тебе вопрос больше. Но ведь для того, чтобы менеджеру самому стать в тренде, ему же нужно развиваться. А 90% людей понимают, что я и так все знаю, куда мне там что-то читать, какой фасилитация, какой agile там, да, вот совещание погнали. Но что надо делать, как ему привить вот это желание, как человеку сказать, слушай, все, надо меняться, надо становиться другим. Через что? Может мне помочь? Здесь на самом деле как раз вот тоже эти же даже инструменты, да. Во-первых, будет очень оперативная диагностика, во-вторых, показывает человеку отчет, мы показываем еще команду, да, в которую ты хочешь влиться, это референтная твоя группа. Вот, соответственно, человек, смотря на это, очень визуально хорошо видит, какие у него слабые стороны, какие сильные, да, и он понимает, что вот этот вектор, да, над чем ему надо работать, потому что раз все работают, даже командная обратная связь. Мне кажется, я сегодня слушаю всю передачу, начиная с момента, когда мы встретили кофе, и пытался поймать мысль. Мне кажется, я сейчас поймал мысль, сейчас я выскажу себе мнение. Мне кажется, подобного рода инструменты похожи на некий навигатор. Вот, то есть, ты начинаешь изменения, ты померил на входе. А на все, ты не даешь инструментов, какими надо менять, ты даешь лишь только карты. И ты сделал два-три шага и посмотрел, что поменялось. И вот здесь как раз этот инструмент полезен, тебе надо направо, налево сузить, то есть гайки распустить там. То есть, мне кажется, в этом смысле вот этот инструмент это прекрасный аналог контроля пути, то есть, проверяя направление, то есть, и замеряя результаты по ходу, чтобы, как ты говоришь, там, не через год это видеть, а там раз в три месяца проводя какие-то измерения. Дополнил бы твою точку зрения о том, что я думаю, что вот таким вот замером, инструментом замера через какой-то периодичностью в лучшей степени, наверное, покажет себя инструмент 360. Потому что он определит поведенческие маркеры со всех сторон и покажет, человек меняется или нет. PDA именно хорош в том, что он определяет его, ну, он не только это определяет, но очень большая ценность в том, что он определяет способности, которые меняют со временем очень негибко. И он больше помогает в расстановке, либо в расстановке людей по задачам, по проектам, либо в распределении задач между ними, что тоже в топ-команде очень легко возможно. Можно еще дополнить? Я, поскольку тоже часто выступаю на конференциях, видела тут недавно одного блокчейновца, потрясающе, он в Думе работает, парень молодой, он рассказал интересная вещь, что вот практически они сейчас уже, это поколение будущее, Z, мы подбираем людей старшего возраста для того, чтобы продавать наши инструменты старшим людям. То есть оказывается, все настолько меняется, что они общаются онлайн, у них конференции онлайн, они, соответственно, трудовые контракты даже у него лежат где-то там в сейфе, они онлайн пересылают. То есть, понимаете, у них такая на ценностном уровне тусовка с доверием друг к другу, что они, вот им достаточно там пообщались с утра, да, минимально онлайн, да, конференция, вот. И это совсем другой язык, другое поколение. Поэтому Юрий прав в том плане, что будущее за тем, что сокращается время на вот эти вот групповые заседания, это вот старшему поколению важно, да, какие мы, ты уважаемый, я уважаемый, мы с тобой уважаемые люди. Время ушло, все закончилось. Время ушло, и мы должны подстраиваться под эту динамику. Я всегда говорю, что мы должны использовать даже старшее поколение вот эти инструменты для того, чтобы не отстать, потому что настолько все динамично, мы еще не успели подумать, молодежь уже приняла решение и побежала. Вот, поэтому здесь нужно использовать, первое, вот эти онлайн инструменты. Во-вторых, я иногда рассказываю, вот когда про Майпиди и Коуч, наш инструмент, народ сразу пугается, особенно когда Коучинг, говоришь, они говорят, нет, я люблю человеческий Коучинг, а я говорю, так это человеческий Коучинг, то есть эта система сделана для того, чтобы, первое, мы определили инструменты, коротко, не, но все равно, я про то, что человек вот в этой системе, то есть мы продаем не просто систему, да, прикрепляется человек на 6 недель, работает над развитием компетенции, и она присылает. Это уже конкретно, что это так? Ну и продаем Коучинг. Да, это сейчас очень важно, важно следующее, смотрите, подожди, не, не могу подождать, в оставшиеся пять минут, я вот о чем хотел сказать. Мы померили, все-таки я пытался всю программу поймать мысли, как это все реально приземлить, и какую пользу это реально дает. Так как я, ну, и ты из реального бизнеса, и я из реального бизнеса, мы смотрим, что происходит, приезжаем в компании разные, особенно не в Москве, особенно в России. Возникает вот вопрос, даже если мы отдали эту вот собственнику там или топом, да, как у них, не знаю, вдохновить их на то, чтобы происходили изменения с самим собой. Ведь вот, как я уже сказал, пятая самая сложная, на мой взгляд, ошибка, и вообще проблема российского менеджмента, это что люди не хотят развиваться, не хотят думать над своим собственным развитием. Да, мы померили, все хорошо, прекрасно, но что должен сделать человек, где он в себе должен найти силы, чтобы измениться? Я могу ответить на этот вопрос. Я на практике поступаю следующим образом. У меня есть модель, которую я впервые услышал, хорошая практическая модель, о которой я впервые услышал от себя. Не знаю, кто-то еще где-то такое использует, но я оцениваю, оцениваю эффективность управления, систему управления людьми в организации. Через что? Через оценку трех областей, работу с клиентами, работу над эффективностью и работу с людьми. И я скажу так, что система управления компанией должна давать прибавленную стоимость людей, эффективность и клиентов. И система управления должна давать добавленную стоимость компании. Либо, ну что в моей практике, к сожалению, чаще получалось и в моих консалтинговых проектах добавленный убыток. Есть, я сейчас не буду полностью раскрывать, но можно показать на цифрах ту систему, систему управления, которой частенько могут и гордиться отдельные исполнительные директора. Но на цифрах можно показать. То есть в моей практике встречалось то, что добавленный убыток был в размере полученной прибыли. Давай две секунды. Эффективность меряется чем? Эффективность меряется производительностью труда. Производительность труда. Люди вовлеченность. Люди, НПС, НПС вовлеченность. И клиенты, удовлетворенность клиентами. Ну да, тоже НПС и рост доли рынка. И рост доли рынка. По большому счету есть так уж очень упрощенно. Еще есть такой показатель, как НЛС, это Net Loyalty Score. Окей. Время летит очень быстро. Не успеваем там раскрыться, потому что темы, на которые мы замахнулись, они колоссальные. Они очень глубокие. И все же давайте подведем некий вывод. Перед любым собственником стоит единственная задача, разумная, я так понимаю, скорее всего, это увеличение прибыльности своей компании. Или даже по-другому могу сказать, более правильно. Увеличение рентабельности своего капитала, вложенного в бизнес. Ну, иначе смысл заниматься бизнесом нет. Для того, чтобы повысить рентабельность своего капитала, наверное, нужно постоянно думать об эффективности. Эффективность помогает ему делать, достигать процесса. И роль и чара в этой компании является тем, что помочь собственнику оценить существующую команду с помощью самых современных инструментов, в том числе, например, вашим, и показать собственнику, слушай, вот у нас здесь вот так, посмотри. И вероятность того, что нашу команду вот оценили так, то есть те цели, которые ты ставишь, эта команда может достигнуть либо с вероятностью с большей, или с вероятностью меньшей. Роли чара здесь сказать, надо добавить, надо поменять, надо посмотреть внизу, надо посмотреть где-то еще, взять на аутсорсе и все остальное. И уже от собственника зависит, какое он решение внутри примет. Но даже если не произошли никакие изменения, он говорит, слушай, все это ерунда, движемся дальше как есть. Мы продолжаем использовать инструменты, чтобы показывать в динамике, да, там используя дополнительные какие-то инструменты, на промоутскор, еще все остальное, чтобы в конце концов собственнику на цифрах. То есть, HR, мы сегодня говорим, HR это цифры. Уже мы ушли, это нравится, не нравится. То есть, мы должны, основная миссия HR быть оцифрованным. То есть, соответственно, значит, показать ему с помощью чего можно. И даже если в первой итерации не получилось, но потом постепенно внедрять новые инструменты, такие любые другие, чтобы показывать, как достигать этой эффективности. Добавьте что-нибудь в финале и уходим на движение. Я могу еще добавить, вот то, что очень важно, чтобы принял руководитель, это все-таки то, что HR должен работать с ним на одной волне, на одном уровне энергетическом. И в этом смысле он является консультантом с большой буквой. И тогда ему будет верить руководители принимать. Хочется думать, чтобы это было так, но вот практика показывает, что не совсем так. Юр, до финала. Да, я тоже до финала докручу. Добавлю к тому, что ты сказала про цели акционера. Действительно, тем более, если компания по Адизису на этапах еще до юности, давай-давай или более ранних. Вот я недавно присутствовал на комитете независимых директоров. И там стало понятно от собственников, что цели у собственников бывают очень разные. Их количество примерно стандартное 6. И эффективность не всегда на первом месте. Это важно учитывать. Все. Окей, друзья, время вышло. Огромное спасибо за интересную беседу. Я надеюсь, уважаемые собственники, у вас возникло, во возникте самое главное, наша цель здесь зародить у вас вопросы, чтобы вы, смотря нашу программу, себе попытались ответить. Огромное спасибо Юре, огромное спасибо Наталье. Спасибо. Увидимся, что все мы вместе делаем так, чтобы в нашей стране управление стало более лучшим, эффективным и жить стало лучше. Всем хорошего дня. Пока. Хорошего дня. Спасибо.